здарова народ сегодня с вами я макс и сегодня я расскажу вам собственно для чего же я это все делаю снимаю ролики про музей данное видео будет посвящено постройки офиса но про него я чуть расскажу позже тут ничего удивительного сверх оригинального нет офиска принципе видео про музея снимаю по ряду причин собственно одна из первых главных причин это наш бюрократический аппарат который хочет все под себя поднять и присвоить себе все все что делает народ такой капитализм чистом виде ну да ладно суть в чем один из наших общих знакомых в свое время на чистом так сказать или голом энтузиазме он сделал один спортзал но естественно его попросили оттуда удалиться после окончания работ потом он дальше продолжим тренироваться заниматься и опять восстанавливал уже другой спортзал и так получилось что из этого спортзала тоже попросили сказали как хорошо что вы все сделали молодцы ребята ну до свидания для этого я и решил все это снимать на видео чтобы потом не возникало вопросов что это построили добрые люди там какие-то спонсоры которые никакого отношения не имеют что все здесь куплено на собственные деньги и у нас нет инвесторов а весь материал инструмент мы покупали на свои кровные короче это так сказать такая так как доказательная база что все здесь сделано именно нашими руками потрачено куча времени во вторых делается это все для людей дабы привлечь внимание и заинтересовать их в том чтобы люди окунулись в эпоху средневековья так сказать прочувствовали на себе все прелести того времени хоть и в современных реалиях но не просто постоять возле экспонатов а пофоткаться а именно взять в руки предметы быта ощутите доспехи на себе там пострелять из лука пометать топоры пометать с улицы в ремесла окунуться короче то вообще много чего можно будет делать как в развлечься так и провести время с пользой в третьих что мне еще тут заинтересовало да у меня растет сын как бы чтобы он тоже гордился тем что я хоть что-то сделал там не просто сидел в мастерской и лепил как самоделы самопалу ну и как бы может быть дальнейшем внесет свою лепту в развитие музея да и вообще надо же вот как ты заинтересовать народ рассказать мотиверки вот что можно сделать при желании там хорошие вещи выполнить всякие там задумки свои проекты и воплотить идеи что все реально и все возможно если к этому конечно идти и стараться и есть желание добиваться своего ну а что по поводу офиса могу сказать дальнейшем вы в ролике увидите вот все и уже там я принципе расскажу из чем был сделан как был сделан и вообще там немного конечно но ничего офис кстати получился хороший даже можно если что и переночевать вот зимнее время мы там были какое-то время там тепло относительно все хорошо в принципе но в скором мы его обставим и сделаем получше и там будет уже посимпатичнее ну что еще хотел добавить в конце хотел выразить благодарность мэру нашему городу который дал нам добро на развитие всего этого людям с администрацией по культуре которые помогли с помещением значит директоров музеев вот краеведческого и музей народа просто примешь отнеслись к нам с пониманием с теплом таким вот с добродушием ну вот за это им спасибо в принципе все на этом все всем спасибо и пока смотрите нас дальше и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что ж, продолжаю строить дальше. Вот что у меня получилось. Такую вот обрешёточку я сделал. Сейчас буду нашивать пластик. Делать, как говорится, уже облагораживать всё это помещение. Значит, вот так вот у нас сделали мастера. Всё отваливается. Вот это вот всё кусками отлетает. Не очень качественно, да и вообще некачественно. Всё это вот сыпется просто даже без касания руки, как говорится. Без всяких напрягов, вот. Вот это угол наш любимый, который тут же отвалился, когда начал прикручивать вот здесь вот. Вот. Всё это, короче, полная копа. А в дальнейшем буду делать офисы. И увидите, примерно из какого вот этого говинища получится нормальное, более-менее адекватное помещение, где можно будет спокойно посидеть, поработать с документацией, там какие-то дела ещё порешать. Вот. Так что смотрим дальше, что получится. Так, ну что. Всё, вот таким вот образом я замутил первую стеночку. Да. Стенки как бык поссал. Вот если отсюда смотреть, вот если отсюда смотреть снизу вверх, вот такое вот расхождение. Ладно, да, это спрячется всё, так как это пластик. Ну, клали пузырём. То есть вот так вот всё это выложили наверх. Вот, ладно, будем делать. Посмотрим, вот такой вот вид будет офиса нашего. Ну, более-менее ничего уже, когда обобьётся тут всё. Трубы я не буду закрывать. Трубы останутся они открытыми, чтобы было тепло. Ну, а дальше будет, ну, вид, будет. Материалчик был куплен. Я сейчас, в принципе, покажу, что у меня получилось. Осталась вот эта вот стена и низ. А остальное я уже сделал. Ну, и тут чуть-чуть вверх. Так, значит, что у нас получилось, короче. Вот, я обшил вот эту стену, потолочек. Вот, осталось сделать здесь и сделал здесь. Вот, по большому счёту осталось от этого угла до этого угла. Вот, и с этим сейчас я и буду заниматься. Так, ну что, мы продолжаем эпопею с офисом. Значит, в принципе, я всё наделал. По большому счёту обшил. Сейчас осталось делать вот эти вот вещи в углы. Вот, чем вещество будет заниматься. Ну, и потом мебель поедет. И уголки наверх останется доделать. И всё. Останется мебель, картины. И, в принципе, офис готов. Ну, в конце я покажу. И в процессе я это дальше особо сильно затягивать не буду. Ну, так, вкратце покажу, как там всё делалось. Всё, продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, углы я сделал. Цветом другим взял. Вот, все четыре угла готовы. Вот они. Теперь моя задача будет вот между потолком и стеной вот эти вот кромки все закрыть в белом. То есть, спрятать всё весь вот этот вот трипер. Так скажем. Вот. По кругу. Чем я сейчас буду заниматься? Ну, а потом, соответственно, покажу, что получилось. Делать буду вот такими уголками. 20 на 20. Так, ну что ж. Бахнул кант по всему периметру. Вот. И доделал вот над дверью вот эту вот часть. Сюда. Сейчас ещё буду завершать. Сюда вот целая пойдёт и кусочек. Вот. В принципе, вот так вот выглядит офис наш будущий. Вот. Скоро поставим диванчик, стол. Диванчик, стол будет стоять здесь и будет чё-то. Так, ну вот, собственно, что получилось, в принципе, из того, что я делал этот офис. Да, мы его заполнили. Так, тут каждый принёс что-то своё из дома. Вот. Диванчик подогнали. Он раскладывается. Можно спокойно посидеть. Стол подогнал. Я компьютер. Ну, значит, вот шкаф. Уже книжками заполнился. Так вот. Костик постарался тут. Принёс все исторические книги. Там по вооружению, по викингам, там по всем. Вот. Ну, и вот таким вот образом мы уже полегонечку офис устраиваем. Здесь вот будут картины висеть. Потом в дальнейшем я, наверное, ролик буду по ним делать. Что, как бы, рамки интересные. Вот. Ну, и хотел бы, как бы, осветить то, что вот такой офис своими ручками был сделан. Ну, он ещё будет наполняться. Получше там всё это делаться. Ну, а так, вот на таком этапе это пока всё есть. Ну, ладно, что ж, смотрите ещё. Меня буду делать дальше и показывать, обозревать весь процесс. Ну, что, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok